Это что такое глютен, собственно, да? Если прям грубо говорить, то глютен – это клейковина, особый вид белков, который у нас содержится в злаковых культурах, больше всего пшеницы, и в ржи ячменя он тоже есть, но он в меньших, так скажем, объёмах. Смотрите, значит, в глютен – это глютенин и глиодин. Они у нас являются структурообразующими, особенно в пшеничном хлебе, да, дают нам вот этот каркас, вот эту пористость, вот эти поры, такой объём. Вот, в безглютеновом хлебе у нас нету этих структурообразующих белков, поэтому мы пользуемся другими способами создания вот этой текстуры и структуры. По безглютеновой диете, да, она показана людям с аутоиммунными какими-то заболеваниями, да, с целиакии. И сейчас всё больше у нас информации про эту болезнь – это люди, которым нельзя даже микродозы глютена вообще нельзя, чтобы попадали, но я ещё про это расскажу вам. Вот, людям, которые проводят чистку, например, мы когда антипаразитарную делаем, всей семьёй терапию, то мы переходим на безглютеновый хлеб. Вот, вкусно, разнообразно. Опять же, лишний повод добавить микроэлемент. Вот, собственно, тем, кто, да, хочет разнообразить меню, потому что, ну, мы когда едим одно и то же, а потом раз, и безглютеновая выпечка, там совершенно другая мука, а хлеб мы едим, извините, с вами три раза в день, если не чаще. Что, собственно, нам даёт употребление безглютенного хлеба, при этом я хочу сказать, что правильного безглютенного хлеба, который мы делаем с ферментацией, на закваске, да, не какой-то быстрый там процесс, вот, а именно технологический безглютеновый продукт, так скажем. Во-первых, это улучшение работы кишечника, это быстрое довольно-таки насыщение, и оно насыщает организм этот хлеб также надолго. Вот, снижение холестерола в некоторых, да, форм, и часто мне говорят про крахмалы. Я использую иногда тапиоковых крахмалов, в принципе, если кто-то вообще, в принципе, против крахмала, то я точно знаю, что от тапиоки не откажется, потому что это резистентный крахмал, который является, собственно, является полезным, так скажем, для нашего организма, и даже многие нутрициологи дают такие рецепты, в которых вообще только тапиоковые крахмалы, они из него готовят, ну, какие-нибудь блины, например. Вот, ну и низкий гликемический индекс, благодаря тому, что у нас всё это дело ферментируется, заквасочка, конечно, с нашей любимой, куда мы без неё. Хочу отдельно проговорить, да, про сырьё. Я же говорю, что мы вносим такое разнообразие в рацион, особенно, да, детей приучать к новым продуктам всегда хорошо. Так вот, в безглютенной выпечке я использую такие виды муки, как мука из амаранта, из гречки и из нута. Почему, собственно, да? Знаете, есть такая даже, не знаю, не шутка, а просто, когда мне говорят, высоко белковая мука, может быть, мне взять муку высоко белковую, я говорю, ну, тогда давайте возьмём муку амаранта или нута. Вот это реально высоко белковая мука. В амаранте, знаете, даже, если сравнивать, то в ней больше белка, чем в яйце, в белке в яичном, представляете? Вот, поэтому, собственно, вот эти виды муки, да, нам дают хорошую пищевую ценность и сбалансированный такой вкус.